Стефан, доброе утро. Работа следователя действительно очень сложная. И поговорим мы сегодня об этом с руководителем следственного отдела Евпатории, Следственного комитета Российской Федерации Дмитрием Кимайкиным. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие самые громкие и такие нашумевшие дела были в прошлом году в Евпатории? Ну, если говорить о громких, таких уж прям, которые на всю Россию, в принципе, таких дел не было. Ну, были дела, которые вызвали определенный общественный резонанс в Республике Крым. Но вот из последних можно вспомнить совершение убийства руководителя МЧС Сакского района. А это дело уже раскрыто? Да, в настоящее время уже расследование окончено. И уголовное дело направлено для рассмотрения Евпаторийский городской суд. А сколько дел было раскрыто в прошлом году? Ну, если говорить об оконченных делах, то следственным отделом по городу Евпатория окончено более 90 уголовных дел. И какие это дела? Ну, в основном, если о категориях, то это 7 убийств, 4 уголовных дела о совершении причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 7 коррупционных уголовных дел, порядка 30 уголовных дел о совершении в отношении представителей власти. Ну, довольно большая категория. А какие, в принципе, преступления попадают на расследование к вам и какие в полицию? Ну, все, скажем так, подследственность определена статьей 151 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Если говорить кратко, то можно говорить, что подследственность Следственного комитета относится к преступления, совершения убийств, причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть, причинения смерти по неосторожности, совершения изнасилований, коррупционных преступлений, совершения преступлений отдельными категориями граждан, например, депутатами, руководителями. Органов власти, сотрудниками правоохранительных органов. Ну, в принципе, довольно большая категория уголовных дел. И, в частности, если говорить о вашей профессии, можно вспомнить, что, опять же, о совершении преступлений в отношении журналистов. Расскажите, раскрыто ли дело о нападении на нашего оператора? Да, расследование данного дела уже в настоящее время закончено. И в ближайшее время, я думаю, будет оно направлено для рассмотрения в Патерийский городской суд. И что может грозить за такое преступление? По нападению на оператора, статья 144 Уголовного указа Российской Федерации предусмотрит лишение свободы до 6 лет. А расскажите, с чем приходится сталкиваться следователям в ходе работы? Работа очень непростая? Ну, работа, во-первых, очень непростая на самом деле, эмоционально сложная. Она требует большой усидчивости, нервов, скажем так. Если исходить из таких вот самых обывательских, то можно говорить о том, что, например, следователи выезжают на совершение всех убийств. То есть работа с трупами, она подразумевает определенную эмоциональную устойчивость и сложность. Очень много, очень большое психологическое напряжение. Само собой психологическое напряжение, но, несмотря на это, необходимо, например, провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы, все возможные улики для того, чтобы в последующем изобличить преступника в совершении данного преступления. Расскажите, работают ли со следователями психологи? Нет, не работают. В принципе, уровень подготовки позволяет обходиться без психологов. Получается, что отбор к вам очень жесткий и нужно... Нет, отбор у нас очень сложный в этом плане. Проходят перед приемом на работу, скажем так, определенная работа проводится будущими кандидатами на прием. И проводится большой комплекс действий, направленных на выявления, в том числе и психологических особенностей. Проводятся тесты, проводятся психофизиологические исследования с использованием полиграфа. То есть очень много всяких разных. Расскажите, я знаю, что очень много проектов курирует Следственный комитет. Например, наши патриотские кадетские классы. Расскажите, как занимаются с ребятами? На что, в принципе, направлены эти кадетские классы? Ну, кадетские классы, они создаются для патриотического воспитания молодежи. И, соответственно, у нас в 16-й школе в настоящее время функционирует 3 кадетских класса. То есть это 3-й класс, 6-й класс и 7-й класс. И планируем каждый год мы также по классу открывать, начиная с 6-х классов. Я знаю, что сотрудники Следственного комитета проводят там занятия. Да, занятия проводятся. Но так как возраст еще небольшой, скажем так, у кадетов, с ними больше общеобразовательные занятия, скажем так, они больше для них интересны. В том плане, что рассказывается о том, как работают следователи, как применяет криминалистическая техника. И для детей, поверьте мне, это очень интересно. А специальные занятия пока не проводятся. В старших классах уже будем более углубленно этим заниматься. И то есть включим юриспруденцию и что-то в этом роде еще. Спасибо большое, Дмитрий. Я знаю, что сегодня еще и ваш профессиональный праздник, с которым я вас поздравляю. А пока что наше время эфира закончилось, я передаю слово своим коллегам из Симферополя.